МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Каждый день в мире рождается новая тайна и совершается открытие. Сегодня я, Олег Шишкин, утверждаю, у каждой загадки есть свой ответ. Надо лишь знать, где его искать. Давайте это делать вместе. В эфире «Загадки человечества». Смотрите в программе. Умный бронежилет появится в России. Кто изобрел интеллектуальную броню? Как устроено средство защиты будущего? И что на самом деле защищает современных солдат от выстрела на поражение? Если в этот материал заложена такая характеристика уплотнения при ударном воздействии, значит, он ровно так себя будет вести. Щупальца вместо пальцев на руках. Такое будущее предрекают человечеству американские нейрохирурги. По мнению ученых, современные гаджеты станут катализатором внешних изменений человека. Какими мы будем в будущем? И как новые технологии отразятся на внешности наших потомков? Получается ситуация, что мы уже не пользователи ни разу. Мы сенсоры для огромной системы, которую мы не контролируем никоим образом. Есть ли жизнь на Марсе? Американский уфолог Майкл Салла готов доказать, что Красная планета обитаема. Как выглядят марсиане? На что похожи их мегаполисы? Многие марсиане, которые смогли выжить, перебрались внутрь Марса и построили базы. Ученые раскрыли секрет черного квадрата Казимира Малевича. Что скрывается под слоем краски? Какое послание потомкам стремился передать художник? И какие еще тайны остались в живописи? В этом состоянии транса пишет вот эту картину. Но ведь это не секрет, по его же воспоминаниям, что он неделю не спал. Русская княжна и королева Франции. Как дочь Ярослава Мудрого научила французов мыться? Кому на самом деле европейцы обязаны своим знаменитым этикетом? И чем княжна Анна заслужила безмерную любовь своих иностранных подданных? Приносит вот эти вот плоды культуры, плоды просвещения в дикую, в дикую европейскую. Это вот Франция. Специалисты НАСА признали в древних японских статуэтках изображения современных космонавтов. Откуда в Японии 5000 лет назад знали о космосе? Для чего на самом деле древние люди делали фигурки Догу? Существовали более древние знания и высокие технологии, которые в древности, собственно говоря, присутствовали, они их видели. Неизвестная космическая угроза. Астрофизики обнаружили гигантские небесные тела. Чем эти находки угрожают человечеству? И откуда они появились? Часть обломков это является наследием древних каких-то цивилизаций. В альдах Антарктиды могут находиться неизвестные науке разумные существа. Исследователь Кори Гуд уверен, что спецслужбы США скрывают от нас информацию о находке. Кого нашли американцы в альдах? И я никогда не слышал о голубых гигантах размером с Эйфелеву башню. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В российском НИИ Стале и Институте прикладной нанотехнологии разработали жидкую броню. Новое вещество планируется включить в состав бронежилетов будущего поколения. Благодаря ему защита солдат станет в прямом смысле умной. Изобретенный материал будет реагировать на нанесение удара локально. Иными словами, эта броня должна самостоятельно уплотняться конкретно в том месте, куда направлен выстрел. Сможет ли новое изобретение сделать наших солдат неуязвимыми для пуль противника? Какие еще разработки в области средств защиты появятся у военных? Новое изобретение ученые назвали «жидкой броней». В ее основе защитный гель с включенными в него наночастицами. При попадании пули или любом другом резком ударе он мгновенно реагирует, превращаясь в твердый материал. Это материалы обучаемые. Вы программируете поведение создаваемого материала. Он не думает естественно, он просто ведет себя так, как вы его запрограммируете. Если в этот материал заложена такая характеристика уплотнения при ударном воздействии, значит, он ровно так себя будет вести. Первые испытания показали, что вещество не может использоваться самостоятельно. То есть пропитать этим гелем обычную ткань будет недостаточно. Зато заполненный им бронежилет при контакте с пулей прогибается всего на один сантиметр. А это уже уникальный показатель. До сегодняшнего дня самыми прочными бронежилетами считались кевларовые. То есть сделанные из специального параарамидного волокна, которое при внешнем воздействии как бы обволакивает пулю, не давая ей проникнуть в мягкие ткани человека. Тем не менее, сама ударная волна остается достаточно сильной. А значит, может нанести серьезные повреждения организму. Прогиб жилета, какой бы он ни был, что из кевлара, что из металла, на 4 сантиметра приводит к тяжелым травмам. Грудина трескается, селезенка отрывается, инфаркт может наступить, если удачно попасть. Сейчас все бьются за то, как бы площадь контакта, образующегося, увеличить до размеров, которые не позволяют разрывать нити аромидные самого кевлара. Однако и у этого материала будущего есть свои недостатки. При попадании воды он на 40% теряет свои защитные свойства. Эксперты уверены, что в самое ближайшее время и эту проблему получится решить. Там же верхний слой не пропитывается, потому что иначе на него налипать, всякая дрянь будет и так далее. По сути, значит, ты должен сделать некую капсулу из внутренних слоев, залить туда этот гель. По мнению военных, эта новинка в корне изменит возможности наших солдат. Ведь бронежилеты будущего обещают стать не только надежнее, но и в четыре раза легче имеющихся сегодня. Например, средний вес кевларового жилета от 12 килограммов, в то время как новинка не тяжелее трех. Когда новые средства защиты поступят на вооружение российской армии, пока неизвестно. Процесс введения их в повсеместную эксплуатацию сильно тормозит цена продукта. Если она эффективна, но сверхдорога, значит, она может найти применение в очень узкой группе каких-то элитных подразделений. Впрочем, жидкая броня – это не единственная технология, которую с нетерпением ждут в армии. Уже в следующем году американским военным обещают предоставить в распоряжение боевой костюм Супермена. Новое одеяние будет иметь в основе внешний каркас, так называемый экзоскелет, который по расчетам ученых придаст своему владельцу сверхчеловеческую силу. Более того, с помощью встроенного компьютера одежда будущего сможет не только контролировать состояние здоровья бойца, но и при необходимости даже оказывать ему первую помощь. У человека будущего вместо пальцев на руках могут появиться щупальца. К такому выводу пришел американский нейрофизиолог Дин Бернетт. Ученый считает, что это произойдет из-за постоянного взаимодействия с сенсорными экранами смартфонов. Звучит невероятно, но на самом деле это нормальный процесс адаптации вида к окружающей среде. По мнению исследователя, с тех пор, как человечество потеряло необходимость приспосабливаться к природным условиям, наша эволюция пошла по новому пути. И теперь на изменение внешности людей будут влиять гаджеты. В качестве доказательства своей гипотезы Бернетт приводит весьма любопытные доводы. По его словам, с момента изобретения мобильного телефона и компьютера каждое следующее поколение людей стало рождаться с более длинными и гибкими пальцами рук, чем предыдущие. Оказывается, наши конечности видоизменяются, чтобы сделать нашу работу с техникой проще. Наше тело начинает подстраиваться под гаджеты. Что будет дальше? Какой внешностью станут обладать люди 22 века? Человечество мутирует. Мы превращаемся в новый вид Homo sapiens, Homo evolutis, человека 22 века. Такого мнения придерживается американский футуролог Хуан Энрике. Задумайтесь, есть ли у вас ген ангиотезин. Почему это важно? Потому что все, кто смог подняться на Эверест без кислорода, имеют этот ген. А как насчет гена 577R? У всех протестированных нами олимпийских чемпионов есть этот ген. В это сложно поверить, но генетики согласны с футурологом. По мнению ученых, человечество действительно находится в стадии изменения. И одной из главных причин перемен являются гаджеты. В 2011 году Организация Объединенных Наций признала доступ к интернету одним из неотъемлемых прав человека. По сути, эксперты ООН пришли к выводу, что люди уже не могут жить без доступа ко всемирной сети и гаджетам. Я думаю, что интернет в каком-то смысле превращается в такой же ресурс, как воздух или вода. Сейчас, когда прогноз на 2021 год 51 миллиард девайсов, получается ситуация, что мы уже не пользователи ни разу. Мы сенсоры для огромной системы, которую мы не контролируем никоим образом. Такие же опасения есть и у футурологов, которые считают, что в скором времени виртуальный мир может практически полностью заменить человеку реальность. И такие перемены скажутся не только на психологических, но и на физических параметрах людей. Есть такой термин цифровая амнезия, он действительно есть. Там у людей, которые родились в 20 веке, сейчас новое поколение, оно нам уже говорит, вы ничего не понимаете. Зачем все запоминать, когда все доступно в каждый момент времени? Генетики считают, что ухудшение долгосрочной памяти скажется и на внешности. Скорее всего, люди будущего будут обладать маленькими головами, поскольку необходимый объем мозга станет значительно меньше сегодняшних показателей. Кроме того, излишнее увлечение виртуальной реальностью значительно снизит подвижность людей, а значит, многие мышцы за ненадобностью войдут в стадию атрофии. Таким образом, в будущем человечество рискует превратиться в ослабленные от недостаточных физических нагрузок тела с возможными проблемами с лишним весом. Большая часть человечества превращается в такого рода племс, которые не убивают, ну вот, кормят, скажем так, искусственными образами. По мнению генетиков, уже сегодня слишком активная работа с гаджетами ведет человечество по пути необратимых изменений, самыми вероятными из которых скорее всего станут покраснение и увеличение глаз. Это позволит нам не уставать от работы с мониторами. А кроме того, наши пальцы могут постепенно превратиться в щупальца, так как именно они наиболее приспособлены для работы с сенсорными поверхностями. То есть изменение формы пальцев я бы отнес на самые безобидные проявления. Плохие зубы, плохие желудки, плохая память, плохие нервы. Это идеальное зло. Но не все эксперты согласны с данной теорией. По мнению многих ученых, проблемы со здоровьем коснутся лишь низших слоев населения. Так как одновременно с развитием гаджетов происходит и рост медицинских технологий, то, скорее всего, в далеком будущем обеспеченные земляне смогут позволить себе сохранить молодость с помощью новейших разработок. С появлением определенных технологий ряд способностей, которые мы считаем сверхчеловеческими, станут нормой. При помощи генетики можно будет менять внешность детей, останавливать процесс старения, увеличивать силу нашего тела. Насколько реально прогнозируемое футурологами будущее, вопрос открытый. Однако в современной психиатрии уже появился новый термин – гаджетомания. Так врачи-психиатры обозначают новый вид зависимости от цифровой техники. И на сегодняшний день по статистическим данным этим недугом уже страдает не меньше 15% населения планеты. Далее в программе. Марсиане существуют. Американский уфолог Майкл Салла нашел доказательства жизни на фотоснимках с Марса. На кого похожи жители Красной планеты? Где они обитают? Они достаточно являются в этом смысле прозрачными, их трудно увидеть физическим глазом. Казимир Малевич спрятал послание внутри черного квадрата. Что нашли ученые под слоем краски? Какие тайны скрываются в работах великих художников? В трещинах на полотне там просвечивает то зеленый цвет, то розовый. Русское происхождение французского этикета. Кто научил европейцев пользоваться вилкой и мыться? Как русская княжна стала королевой Франции? И почему в 11 веке русские называли европейцев дикарями? Анна Ярославовна одна из самых легендарных, интересных личностей в нашей русской истории. Статуэтки Догу древнее искусство или свидетельство о связи наших предков с космосом? Существовали более древние знания и высокие технологии, которые в древности собственно говоря присутствовали, они их видели. Что общего у жителей современной Японии с малыми народами русского севера? И почему сотрудники НАСА заинтересовались скульптурой? Можно предположить, что существует какая-то связь с тем, что происходило в Японии и на Дальнем Востоке России. Неизвестная космическая угроза. Астрофизики обнаружили гигантские небесные тела. Чем эти находки угрожают человечеству и откуда они появились? Часть обломков это является наследием древних каких-то цивилизаций. Спецслужбы США прячут во льдах Антарктиды неизвестных существ. Такое заявление сделал исследователь Кори Гуд. Что обнаружили ученые на полюсе? И почему именно сегодня об антарктической находке заговорили ученые? Это гигантские человекоподобные существа обладающие мощнейшей пропсихологической силой. В эфире загадки человечества. Смотрите прямо сейчас. На Марсе обнаружен вход в подземный дом лилипутов. С такой сенсационной новостью выступил американский уфолог Скотт Уоринг. Он активно сотрудничает с аэрокосмическим агентством НАСА. На новом снимке, сделанном марсоходом Curiosity, ученый обнаружил нечто напоминающее двустворчатые ворота ангара. По мнению Уоринга, это вход в подземное жилище. Размеры этих дверей не превышают метра в высоту и чуть больше полуметра в ширину. Если предположение Уоринга верно, то жители Марса карлики, их рост не выше 80 сантиметров. Так есть ли жизнь на Марсе? Сможет ли Красная теории пола Земли? И кем могут оказаться наши ближайшие соседи в Солнечной системе? Считается, что на Марсе могут жить одни только роботы. Планируется, что мы их туда отправим, и они будут собирать информацию о планете, чтобы подготовить прилет землян. Но, возможно, Марс уже обитаем. Из рассекреченных документов ЦРУ стало известно, на Марсе может быть жизнь, и она не столь примитивна. Есть много информации, которую НАСА смогла добыть о сегодняшней жизни на Марсе или о древнейшей жизни на Марсе. Есть много фотографий, много проведенных исследований об античных артефактах. Но основной массив этих работ засекречен. Доктор Майкл Салла десятилетиями занимается изучением внеземных цивилизаций. В его руки попали уникальные документы американских спецслужб. Долгие годы на них стоял гриф совершенно секретно. Так, в документах есть ранее неизвестные снимки Красной планеты, сведения о ее геологии и атмосфере, подробности гибели Марса и, главное, информация о современных формах жизни. Когда Марс проходил через катастрофические события, многие марсиане, которые смогли выжить, перебрались внутрь Марса и построили базы, объекты внутри Марса под его поверхностью. И таким образом они пережили катастрофу, которая происходила на поверхности. А сейчас, я думаю, мы видим, как Марс начинает восстанавливаться. Признаков восстановления жизни на четвертой планете более чем достаточно, уверен доктор Салла. Существуют снимки марсианских деревьев и животных. Даже есть знаменитый кадр неизвестного существа, которого уфологи прозвали марсианским Йети. И если верить рассекреченным в этом году документам ЦРУ, то до космической катастрофы Марс был чуть меньшей копией Земли. Мы знаем наверняка, что Марс это планета, которая прошла через реально катастрофические изменения в своей истории. На каком-то временном отрезке своего существования, миллионы лет тому назад, она была очень плодородной зеленой планетой с большим количеством воды и очень плотной атмосферой. А сейчас это очень сухая планета, которая стала таковой из-за катаклизменных событий, связанных со взрывом какой-то планеты на астероидном поясе. Майкл Салла считает, что причиной гибели цивилизации Марса стало столкновение с гигантским астероидом. Почти вся атмосфера выгорела и улетучилась в космос. Там и животное похоже на льва. Животное похоже на зайца, на типа лисы. Вот люди, черепа людей разных размеров, в том числе и вытянут яйцеголового черепа. Еще одно подтверждение наличия жизни на Красной планете. Руины городов, пирамиды, каналы и даже скульптуры. Недавно американский ученый Джозеф Скиппер обнаружил огромный марсианский трубопровод. Кто мог построить эти сооружения и как они выглядят? По существу это такие желеобразные существа. Они достаточно являются в этом смысле прозрачными, их трудно увидеть физическим глазом. Эти существа сегодня и являются частью населения Марса. И многие явления, которые происходят на Марсе, связаны с деятельностью этих существ. своей странной внешностью, по мнению исследователей жителей Марса, обязаны космической радиации. Низкая гравитация, подземный образ жизни заставили их эволюционировать. Уфологи предполагают, что внешний облик марсиан давно известен ученым. В середине 80-х годов в Америке в результате утечки стал известен один из документов группы Majestic 12. Эта группа занималась изучением обломков НЛО, которые разбились под Роузвелом. Наряду с обломками были найдены останки четырех человекообразных существ. Так вот, американские ученые в тот период высказали предположение, что эти существа могут быть марсианами. То есть, они могут прилететь с Марса. За последние годы интерес к Марсу в научных кругах резко возрос. Почему космические агентства забросили изучение Луны и так активно переключились на Красную планету? Уфологи считают всему причиной надвигающиеся на Землю катаклизмы. Ситуация, которая сейчас происходит на Земле в связи с изменением климата, напоминает ситуацию, которая происходила на поверхности Марса. Нам необходимо изучить поверхность Красной планеты. Необходимо понять, к чему приведет изменение климата. В 2016 году НАСА сделало официальное заявление. Первая экспедиция на Красную планету отправится уже через 18 лет. Компания Илона Маска сделала более оптимистичный прогноз. SpaceX готовы отправить нас на Марс уже в 28-м году. А через 25 лет обещают масштабную колонизацию ближайшего соседа. Далее в программе Тайна картины Черный квадрат раскрыта. Что скрывалось под слоем краски? Зачем художник зашифровал послание в изображении? Малевич просто экспериментировал с цветом и, соответственно, итогом этих экспериментов стал Черный квадрат. И какие еще секреты хранятся в Третьяковской галерее? Когда Малевич сделал Черный квадрат, тут уже вмешался не юмор, а вмешалась самая настоящая метафизика. Русское происхождение французского этикета. Кто научил европейцев пользоваться вилкой и мыться? Как русская княжна стала королевой Франции? И почему в 11 веке русские называли европейцев дикарями? Анна Ярославовна одна из самых легендарных интересных личностей в нашей русской истории. Специалисты НАСА признали в древних японских статуэтках изображения современных космонавтов. Откуда в Японии 5000 лет назад знали о космосе? Можно предположить, что существует какая-то связь с тем, что происходило в Японии и на Дальнем Востоке России. Для чего на самом деле древние люди делали фигурки Догу? существовали более древние знания и высокие технологии, которые в древности собственно говоря присутствовали, они их видели. Неизвестная космическая угроза. Астрофизики обнаружили гигантские небесные тела. Чем эти находки угрожают человечеству? И откуда они появились? Часть обломков это является наследием древних каких-то цивилизаций. Антарктида прячет во льдах неизвестных науке существ. Исследователь Кори Гуд обвинил спецслужбы США в сокрытии находки от общественности. Что же обнаружили американские военные в Антарктиде? Жизнь в состоянии покоя, которая длится, как нам рассказывали, тысячи и миллионы лет. В эфире Загадки человечества. Смотрите прямо сейчас. В черном квадрате Казимира Малевича скрываются еще две картины. К такому выводу пришли исследователи после того, как просветили полотно с помощью рентгеновских лучей. Оказалось, что под слоем краски на ней присутствуют два изображения, выполненных в стиле супрематизм. Это направление в живописи изобрел сам художник. В его основе три фигуры квадрат, крест и круг. Долгое время считалось, что черный квадрат это попытка Малевича изобразить фундамент своего искусства. Но во время сканирования на полотне была обнаружена надпись «Битва негров в темной пещере». Что это? Второе название произведения или у предложения есть скрытый смысл? Ответ на эти вопросы теперь ищут искусствоведы. Какие еще произведения художников имеют двойное дно? Как гении зашифровывают скрытые на самом деле черный квадрат Малевича не черный и не квадратный. Как оказалось, под верхним слоем краски скрываются еще две картины. Но как они там оказались? Возможно, у Малевича не было чистого холста, и он берет старый холст и в этом состоянии транса пишет вот эту картину. Ведь это не секрет, по его же воспоминаниям, что он неделю не спал. Разглядеть спрятанные картины можно даже невооруженным то черный квадрат в буквальном смысле слова переливается другими цветами. В трещинах на полотне там просвечивает то зеленый цвет, то розовый. Малевич просто экспериментировал с цветом, и, соответственно, вот итогом этих экспериментов стал черный квадрат. Ученые допускают, что оказавшиеся под черным квадратом картины это не зашифрованное послание, а простая экономия. Холсты во времена художника были недешевым материалом. Но как тогда под слоем краски оказалась надпись? И что она означает? Авторская подпись «Битва негров в темной пещере». По мнению искусствоведов, это может быть отсылкой к шутливой картине Альфонса Алле, представлявшей собой абсолютно черный прямоугольник. Это было, в общем-то, надругательство над классикой, если задуматься. И Альфонс Алле был первым, Малевич был вторым. Когда Малевич сделал черный квадрат, тут уже вмешался не юмор, а вмешалась самая настоящая метафизика. Исследователи надеются, что их открытие наконец поставит точку в многочисленных дискуссиях о смысле легендарного полотна Малевича. Чаще происходит наоборот. Тайные изображения порождают больше вопросов, чем ответов. Недавно искусствоведы столкнулись со своеобразным живописным фотошопом, портретом Изабеллы Медичи, написанным в 16 веке. На протяжении веков люди думали, что герцогиня выглядела именно так. Однако под верхним слоем потрескавшейся краски эксперты обнаружили иной образ аристократки с некрасивым лицом и непропорционально крупными руками. Специалисты подтвердили, что скрытое изображение это истинное лицо Изабеллы Медичи. Интересно, что его переделали вовсе не по указанию самой герцогини. Портрет меняли значительно позже, скорее всего в веке 19. Вероятно, герцогиню сделали моложе и миловиднее, чтобы картина была более востребована и ее можно было дороже продать. Кстати, именно деньги были главной причиной, почему новые слои красок появлялись на картинах Ван Гога. Как известно, при жизни художника было продано всего несколько работ. Страдая от невостребованности и безденежья, Ван Гог часто рисовал одну картину поверх другой. Иногда менять изображение художников заставляло не бедность или импульсивность, а боязнь скандала. Портрет Мадам Икс руки Джона Сингера Сарджента, написанный в 1884 году, сразу же стал предметом споров и осуждения. Картину посчитали неприличной, так как изображенная на ней дама, известная светская красавица Вирджини Гатро, была в платье с упавшей с правого плеча бретелькой. В то время считалось, что такое изображение может вызвать непристойные мысли. Оскорбленная семья потребовала изъять картину из коллекции парижского салона, где она выставлялась. Опасаясь, что его работу уничтожат, сарджент пририсовал бретельку в нужном месте. Сейчас портрет выставлен в музее Метрополитен в Нью-Йорке, специалисты которого и показали миру предыдущую версию. Благодаря современным технологиям скрытое становится явным и полотна знаменитых живописцев обретают новую историю и смыслы. У меня в руках необычная вилка. Она из Франции. Столовый прибор середины 16 века. Довольно искусная работа. Мы привыкли воспринимать старый свет как родину этикета и хороших манер. Однако мало кто знает, что пользоваться вилкой, читать и писать европейских монархов научили мы, русские. А точнее, княжна Анна Ярославна, младшая дочь Ярослава Мудрого. Об этой загадочной женщине ходят легенды. Считается, что она обладала не только необыкновенной красотой, но и выдающимся интеллектом. Как 20-летняя девушка превратилась в одну из самых известных королев 11 века и какие французские привычки на самом деле родом из России. Об этой русской княжне вновь говорит весь мир. Российские историки провели исследование и выяснили, какой вклад в развитие европейской культуры на самом деле внесла Анна Ярославна. Анна Ярославна одна из самых легендарных интересных личностей в нашей русской истории. Европа переживала страшный кризис. В этот кризис попадает Анна Ярославна. Ну и приносит вот эти плоды культуры, плоды просвещения в дикую, в дикую европейскую эту вот Францию. Анна была младшей дочерью Ярослава Мудрого. Согласно летописям, юная княжна не только умела писать и читать на родном языке, что было редкостью в то время, но и овладела греческим и латынью. Средневековое чудо-женщина. Именно так называют Анну современные историки. Юной княжне пришлось лицом к лицу столкнуться со всеми ужасами средневековой Европы. Анну шокировал переезд из Киева в Париж. Столица Франции в 11 веке была совсем не похожа на мечту туриста. Городские улицы буквально утопали в помоях и нечистотах. В Киеве, кстати говоря, в это время было уже под 70 тысяч населения. Были уже дворцы, были уже хоромы, были уже бани, водопроводы. То есть искусственная уже подавалась вода в дома, в богатые дома. Ну вот пришлось ей поехать в этот Париж. Ужасный город, в зловоне и нечистоты по улицам. Вдобавок ко всему ее муж король Франции Генрих I и его придворные никогда не мылись и не чистили зубы. Антисанитария и зловоние поразили юную княжну. Анне Ярославне пришлось научить французскую знать ходить в бане и вычесывать в шее. Вот это вот зверские славянские обычаи, значит, как они моются в банях. Лещут себе вениками париться и творят себе не мовение, как ищет летопечец, а мучение. С точки зрения постороннего наблюдателя была пытка существа. Эти веники начали в парной бане. В те времена среди французских вельмож понятие гигиены отсутствовало напрочь. Аристократия даже не знала, что такое столовые приборы. Ели руками, разламывая пищу на куски. Известно, что в знаменитых крупных феодальных замках, где проходили пиршества, они заканчивались тем, посуда была преимущественно серебряная и золотая. Золотая у самых богатых. Все стряхивали со скатерти на пол. Собаки вылизывали эти тарелки металлические и тогда они считались помытыми. Поразила Анну Ярославну и безграмотность Генриха Первого. Король не умел ни читать, ни писать. На документах вместо подписи монарх ставил крестик. Анна быстро набирала силу при дворе. Вскоре после свадьбы ее подписи стали появляться на многих документах. Более того, на некоторых актах Генрих даже просил сделать приписку по согласию моей жены. Видимо, очарованной этой принцессой Генрих Первый подписывал некоторые важные документы с ее участием. Две подписи король и королева. Некоторые сохранились образцы. В некоторых приемах она участвовала, принимая иноземных гостей. То есть это было очень почетное состояние, но не при очень сильном правителе. Вскоре Анна Ярославна подарила Генриху долгожданного наследника. Он вошел в историю как Филипп Первый. Юный принц получил блестящее образование и стал уделять большое внимание культуре страны. Многие историки уверены, именно русская княжна положила начало эпохи возрождения, буквально вытолкнув Францию из дремучего средневековья. Специалисты НАСА признали в древних японских статуэтках изображение современных космонавтов. Эти глиняные куклы, их называют Догу, выглядят как забавные человечки с необычными пропорциями. Если присмотреться, то они действительно напоминают собой человекообразное существо в скафандре. Впервые ученые Мирового космического агентства заинтересовались артефактами еще в 64-м году прошлого столетия. Тогда по многим показателям космические скафандры не совпали с изображениями, но сегодня при сравнении статуэток с последними разработками амуниции для выхода в открытый космос пазл на удивление сошелся. Где древние жители Японии смогли увидеть космонавтов? Как цивилизация, которой больше пяти тысяч лет узнала о современных разработках? И каким образом использовались эти статуэтки? Специалисты НАСА дважды исследовали японские артефакты. По мнению ученых, рисунки, которыми покрыты статуэтки ДОГУ, не просто магические изображения. Они поразительным образом совпадают с деталями реальных скафандров. По ним даже можно определить, какую функцию они выполняют. На поверхности статуэток ДОГУ имеется достаточно очень тонкий орнамент и разветвленный, который можно интерпретировать как некие устройства, технические датчики, воздуховоды, воздушные трубки, датчики давления и еще какие-то приборы, которые находятся на поверхности скафандра. Возраст ДОГУ, определенный радиоуглеродным методом, колеблется от пяти до 13 тысяч лет. География находок весьма обширна, от японских островов до территорий нашего Дальнего Востока. Некоторые исследователи считают, что они принадлежат к культуре Айнов, древнего народа, который поселился на японских островах примерно 7 тысяч лет назад. Можно предположить, что существует какая-то связь с тем, что происходило в Японии и на Дальнем Востоке России. Удивительно, но потомки Айнов до сих пор живут на территории современной Японии. Внешне они совсем не похожи на местных жителей и считаются малой народностью. Если верить преданию, то переселиться на острова их вынудил природный катаклизм, который уничтожил их родную землю. Они рассказали, что пришли много тысяч лет назад, произошла какая-то великая катастрофа, упала звезда с неба, из-за этого начались извержения, вулканы, землетрясения. И вот они, их предки, вынуждены были спасаться на каких-то круглых, больших круглых лодках. Каким образом древнему народу удалось преодолеть такие расстояния, если учесть, что пять тысяч лет до нашей эры никаких подобных современным кораблям дальнего плавания средств, по мнению историков, у людей не было? Возможно, цивилизация Айнов была не такой, как мы привыкли представлять себе человечество прошлого. И в их распоряжении были технологии, о которых нам ничего не известно. Через изображение они показывают далеким потомкам, то есть нам, о том, что существовали древние знания и высокие технологии, которые в древности присутствовали, они их видели. За всю историю на японском архипелаге было обнаружено более 20 тысяч статуэток Догу. Большая часть из них изображала человека с шарообразной головой и искаженным, будто раздутым телом. По мнению официальной истории, эти куклы были частью какого-то религиозного культа, возможно, связанного с врачеванием. Но многие современные исследователи считают, что древние артефакты могут стать не только доказательством существования высокоразвитых допотопных цивилизаций, но и их связи с жителями других планет. Неизученные летающие объекты угрожают космическим спутникам Земли. Ученым из баллистического центра имени Келдыша удалось обнаружить на околоземной орбите неизвестные ранние тела. Они имеют массу около 100 тонн и площадь примерно в 2400 квадратных метров. Двигаются они со скоростью не ниже 1 км в секунду. По мнению экспертов, эти объекты являются серьезной угрозой для действующих спутников. Столкновение с ними чревато катастрофическими последствиями. Так что это за космические тела? Почему они ведут охоту за нашими спутниками? И можно ли противостоять этой угрозе? О космических телах, обнаруженных недавно российскими учеными, ни одно агентство в мире ранее не сообщало. Эти неизвестные летающие объекты, по мнению исследователей, представляют собой нечто похожее на гигантские водоросли, которые при массе в 100 тонн простираются на площади в 2400 квадратных метров. За тонкую мембранную структуру объект назвали космической пленкой. Но что это такое на самом деле? Первое и самое популярное это то, что данные частицы являются обломками кораблей с планеты Земля. Вторая по популярности теория это то, что часть обломков это является наследием древних каких-то цивилизаций. И третье это возможно могут быть останки неопознанных летающих объектов. За 60 лет пребывания человека в космосе на орбите накопились сотни тонн отходов. Люди научились обращаться с орбитальным мусором, но совсем другое дело новоявленные космические тела. Они очень быстро перемещаются, практически незаметны и обладают переменным блеском. Некоторые исследователи предполагают, что эти объекты неизвестная науке форма жизни. Нечто вроде электрической медузы, обитающей в открытом космосе. какие-то объекты типа из вот этих фемтонитей, это меня больше интересует, могут существовать разные объекты, могут сферы, вот, кстати, их называют шаровыми молниями, до сих пор еще люди не разобрались, что это такое шаровая молния. Вот, я думаю, это сферы из таких вот нитей, спокойно горящих, а иногда взрывающихся. Но зачем космические тела преследуют корабли и спутники? Доктор физико-математических наук Борис Родионов выдвинул смелую гипотезу. Эти объекты умышленно стремятся к человеку, находящемуся в космосе. Возможно, они запрограммированы Вселенной на сбор информации. А сфера в Вернадском это мыслящая материя, потому что эти нити, о которых мы говорили, они могут иметь структуру самую разную по длине, ну, разный состав. И благодаря этому они могут иметь чудовищное количество информации на единице своей длины. То есть вот эти фемто-нити, фемто-диаметры, они, если их рассматривать, ну, когда-то записывали магнитофоны на на такие пленочки, так сказать, в виде ленточек таких. Многие слышали о контакте американского астронавта Армстронга с НЛО. Его рассказ задокументировали журналисты и специалисты НАСА. Но мало кто знает, что российские космонавты на орбите тоже сталкивались с подобными объектами. Александр Лазуткин, летчик-космонавт, герой России, провел на космической орбите в общей сложности 184 дня. В один из полетов он стал свидетелем того, как эти неизвестные космические тела буквально атаковали станцию Мир. На Мире я на солнечных батареях видел пробоины не в корпусе, а в солнечных батареях. И может быть раза два, три или четыре за весь полет за полгода какие-то удары были по станции. Ты, как правило, когда там спишь, вдруг что-то ударяется, просыпаешься, думаешь, кто-то стучится. Неужели эти неизвестные науки небесные тела действительно новая форма жизни, которая стремится войти в контакт с человечеством? Но если эти предположения верны, то какие цели преследуют эти объекты? Чего они хотят? Установить с нами связь или наоборот выгнать человека из космоса? Во льдах Антарктиды могут находиться неизвестные науке разумные существа. Такое заявление сделал бывший сотрудник секретного подразделения спецслужб США Кори Гулт. Он утверждает, что американское правительство замалчивает факт обнаружения неких объектов, в которых, возможно, заживо погребены представители неизученной древней расы. По мнению исследователя, они погружены в состояние глубокого сна, анабиоза, но таяние ледников может стать катализатором для их пробуждения. Но что это за существа? Кто погрузил их в это состояние? Если американцы их действительно прячут, то почему? В январе 2017 года теперь уже бывший сотрудник специального военного подразделения США Кори Гуд побывал на Южном полюсе. Целью его миссии стало изучение так называемых стазисных камер, скрытых за льдами. Если верить Кори, эти камеры сделаны из неизвестного человечеству материала. Но самое удивительное, спрятано внутри уникальных контейнеров. Они огромные, они похожи на большие контейнеры, которые вы видите. Ну или на большие тракторы, только немного странные. Кори Гуд утверждает, что подо льдом таинственного материка в состоянии анабиоза находятся люди-великаны. По предварительным оценкам Гуда, этим исполинам из Антарктиды уже более 55 тысяч лет. Исследователь уверен, что в любой момент они могут очнуться от многовекового сна. Кори Гуд даже создал собственную гипотезу. По его мнению, жизнь в антарктических гигантах поддерживают неизвестные науки вещества, способные замедлять время. Следовательно, эти огромные создания в модулях находятся не в замороженном состоянии, а как будто в вакууме. Я участвовал во многих проектах, знал о многих иноземных существах, но прежде я никогда не слышал о голубых гигантах размером с Эйфелеву башню. Они хорошо спрятаны, возможно, потому, что представляют серьезную угрозу для землян. Если верить Кори, обнаруженные тайники вызывают немало опасений. Существует гипотеза, что спящие в капсулах великаны скорее всего представители агрессивной инопланетной цивилизации. сам же Кори Гуд предполагает в анабиоз этих существ поместили много тысяч лет назад перед уничтожением всего живого на планете. Возможно, чтобы спасти этих пришельцев. Эксперты не исключают, что интенсивное таяние льдов на Южном полюсе может пробудить антарктических гигантов. Очень много информации говорит именно о том, что это гигантские человекоподобные существа, обладающие мощнейшей пропсихологической силой, такой, как телекинез, левитация, телепатия, чтение мыслей. Не только чтение, но и внушение самих этих мыслей. В том, что такие существа вполне могли жить на планете, уверен именитый российский хирург Эрнст Молдашев. Он уверяет, что лично видел в Тибете на священной коре Кайлас сооружение, построенное неизвестной цивилизацией. Если мы самоуничтожим нашу цивилизацию, если начнется ядерная война, то в этом случае из глубоких подземельев Гималаев или из царства мертвых в подземном мире выйдут ожившие люди из состояния самати. Согласно легендам, таинственные существа обитают в подземных пещерах Тибета и в наши дни. Эти загадочные горные жители умеют управлять временем. Как говорится, вечную жизнь. То есть жизнь в состоянии покоя, которая длится, как нам рассказывали, тысячи и миллионы лет. Но для того, чтобы войти в состояние самати, нужно выпить именно из этого афера. Связаны ледяные великаны с таинственными обитателями Кайласа или нет, неизвестно. Но уверенность, что на нашей планете живет нечто до сих пор неизведанное, притягивает к этим местам все новых и новых исследователей. Наш мир полон тайны загадок. И каждый раскрытый секрет еще один шаг на пути к истине. Давайте идти по этому пути вместе. С вами был я, Олег Шишкин, и вы смотрели Загадки человечества. Редактор субтитров А.Семкин